Сегодня у нас с вами очень интересная тема занятия по тактике специальной подготовки. Это особенности освобождения заложников. И на данную тему я вынес следующие учебные вопросы. Первый это вариант освобождения заложников, а также факторы, которые влияют на проведение специальной операции по освобождению заложников. И второй учебный вопрос действия различных должностных лиц и групп при проведении операции по освобождению заложников. Что здесь нужно отметить? Успех операции по освобождению заложников во многом зависит от подготовленности сил и средств для действий в экстремальных обстоятельствах, связанных с захватами заложников. Варианты освобождения заложников, удерживаемых преступниками, могут быть без применения силы, в результате переговоров, при добровольном отказе преступников от дальнейшего совершения преступления, при полном или частичном удовлетворении требований преступников. А также они могут быть силовые в ходе проведения специальной операции по обезвреживанию преступников. Последний вариант требует специальной подготовки и планирования, опасен для жизни и здоровья заложников. Также хочу заметить, что возможен смешанный вариант в результате совокупности всех отмеченных обстоятельств. На проведение специальной операции по освобождению заложников влияют следующие факторы, такие как место проведения операции, что это жилой дом, административное здание, транспортное средство, специальное укрытие или что-то другое. Далее, личность преступника, его пол, возраст, психическое состояние, вооруженность. Количество преступников и заложников. Далее, требования, выдвигаемые преступниками, приемлемы они или нет. Личность и состояние заложников. Фактор времени и объем информации о местонахождении заложников и преступников. Время действия, день это или ночь, а также погодные условия. Ну и необходимо остановиться на следующих факторах, влияющих на освобождение заложников. Это подготовленность личного состава к действиям в сложившейся ситуации, их достаточность, наличие специальных средств и вооружения, а также наличие плана проведения операции по освобождению заложников. Переходим к следующей информации. При поступлении сообщения о захвате заложников, оперативный дежурный обязан собрать определенные сведения. О месте, времени и обстоятельствах захвата заложников. О нахождении преступников с заложниками, их количестве и составе. О вооруженности преступников, их требованиях и действиях, которые они предпринимают. Об обстановке на месте происшествия, вызванной действиями преступников, то бишь наличие пострадавших, разрушений, очагов пожаров и т.д. Также необходимо собрать сведения о мерах, принятых в связи с захватом заложников, если таковые данные поступили из других органов внутренних дел. А также проверить информацию путем направления на место происшествия разведывательной группы, обеспечив ее транспортными средствами и связью. При предъявлении преступниками требований, носящих политический характер, сообщить руководству Федеральной службы безопасности, ну или не обязательно руководству, да, а в органы безопасности, и в дальнейшем обеспечить взаимодействие своих сил с этим органом при проведении данной специальной операции. Ну и, конечно же, доложить о происшествии в вышестоящий орган управления. После осуществления доклада, вышестоящий орган управления, руководитель оперативного штаба, на территории которого произошел захват заложников или обнаружены заложники и удерживающие их лица, немедленно приступает к подготовке к проведению операции в соответствии с имеющимся специальным планом действий. Дежурному по органу внутренних дел отдается распоряжение о сборе личного состава и комплектовании групп оперативного построения, вооружения и оснащения их средствами защиты и специальными техническими средствами, а также подготовке к операции технических средств и других возможностей. На чем необходимо еще сосредоточить внимание? На проведении рекогностировки местности и разборе обстановки по элементам. Первое. Где находятся террористы и заложники? Второе. Каковы условия местности и прилегающей территории? Какими силами и средствами располагает оперативный штаб? Ну и, конечно, достаточно ли их для проведения специальной операции? В какое время суток лучше эту специальную операцию осуществить? Ну и в завершении. Как на проведение специальной операции могут повлиять погодные условия? И выяснить также другие факторы и обстоятельства, влияющие на проведение специальной операции. Оценив обстановку, руководитель операции принимает решение на проведение данной операции. В своем решении руководитель операции определяет замысел, время начала операции, проекты к ведению переговоров с лицами, которые захватили заложников, рубежи развертывания групп оперативного построения, их задач и направления сосредоточения основных усилий, силы и средства, привлекаемые к операции, маршруты их выдвижения и время прибытия на исходные позиции. Характер предупредительных мероприятий, порядок применения оружия и специальных средств, а также пункты управления и систему связи во время проведения специальной операции. И уже с учетом полученной информации об обстановке, оперативный штаб в обязательном порядке разрабатывает план, рассчитанный досконально по минутам, план освобождения заложников и задержания преступников, который должен включать в себя ряд пунктов, сведения о заложниках, о преступниках, которые подлежат задержанию, данные об оружии имеющихся преступников, время обязательно начала операции, состав групп боевого порядка, их вооружения, форма одежды, а также обязанности каждого участника специальной операции, запасные варианты задержания преступников на случай изменения обстановки, мероприятия по усыплению бдительности преступников, отвлечению их внимания и оказанию на них психологического воздействия. И особо нужно отметить порядок доставления преступников в органы внутренних дел, транспорт и маршрут движения, меры по пресечению агрессивных действий задержанных. Внимание! Если проведенные с преступниками переговоры не дали никакого положительного результата, то принимается решение на проведение специальной операции. Перед ее началом руководитель группы захвата докладывает оперативному штабу о количестве привлекаемого личного состава, его оснащенности оружием и средствами защиты, а также тактике действий группы и взаимодействия с группами прикрытия и применения специальных средств. Группа захвата должна действовать решительно, по единому замыслу, соблюдая меры безопасности по отношению друг к другу. Ну и для облегчения проникновения на захваченный объект применяются заранее приспособленные средства, различные светошимовые устройства, отвлекающие действия, а также стрельба холостыми патронами. И следует заметить, что специальные средства и огнестрельное оружие применяются сотрудниками органов внутренних дел в соответствии с требованиями федерального закона о полиции. Далее. По окончании штурма группа захвата проводит эвакуацию заложников, принимает меры по оказанию пострадавшим в медицинской помощи. До прибытия группы конвоирования организует охрану лиц, задержанных в ходе операции, а при необходимости и оказание им медицинской помощи. Обеспечивает охрану места происшествия. Это мы сейчас говорим про группу захвата. Создается условие для производства следственных действий представителям следствия оперативной группы. И докладывается в оперативный штаб о результатах штурма. Следует заметить, что завершающей стадией при проведении специальной операции данного вида является организация учета, оценки результатов работы, выявление положительного опыта действий, силы средств при освобождении заложников и при задержании преступников. Подводя итог сегодняшнему занятию, следует заметить следующее, что после завершения специальной операции оперативный штаб подводит итоги специальной операции, он же готовит аналитическую справку о проведенной операции, отмечая в ней положительные и отрицательные стороны действий органов внутренних дел в ходе решения оперативно-служебных задач. Подготавливаются рекомендации по проведению в дальнейшем операций подобного вида, направляется информация руководству управления внутренних дел и происходит информирование местной администрации о результатах специальной операции.